так аккуратно на поджечь бочку и съебать блять ну чё уроды я чего не коцнуло как ты меня мразь как у меня ударил короче не да блять какой же слабый пиздец душиловка два кровоочищения нас на стакали уродцы отдохнем лучше чё здесь я не помню уже только помню туда как-то забраться надо что не просто кстати а заранее скажу я от фолдэмэджа не умру не откуни отрубил ну это бред как можно играть до одной смерти с полдэмэджем это не хардкорно смысле это когда ведьмак умирает там падая со второго этажа что не хардкорно не по-настоящему поэтому фолдэмэдж вообще отрублен как тут залазил кто помнит по-моему не здесь вроде куча бандитов сверху или чё моби не стоит лезть они сильно или не они слабые ой отбил стрелу блять ну я его не казнил вот так то лучше челкал цветочек на цена щите тоже не он ну так что гусар чуешь хозяина это он нет это сын соседей 5 доната не озвучиваются гули не сражаются потому что ты уменьшил урон и агрессивность я не уменьшал агрессивность ты баба я покидала баба я убил полуденицу на стандартных настройках лазарус мода я мужик я играю до одной смерти я мужик ты играл с сэйвами а я играю без сэйвов я играю вообще ноль сэйвов очевидно что начале игры начать будет просто но если продолжу дальше проходить то будет сложнее и сложнее и тем более в этом моде если не уменьшайте ну дэмэдж не увеличивать все хитпоинты то невозможно пройти игру на одной ну как бы с одной жизнью то есть по-настоящему пройти игру невозможно получается как кошку включать выключать у меня средний кнопкой мышки в настройках это не кошка это типа ведьмачье зрение тут сделали сразу вот найт сайт я могу включать по дефолту я агрессивность не уменьшал никому так что пуса алё не могу конечно вернуть все настройки в оригинал но меня очень быстро убьют и уверен так не получится играть до одной смерти в оригинале там супер тяжело прям вообще нереально тяжело я практически ничего не изменял я только уменьшил проценты дэмэджа то есть вот дэмэдж это мой дэмэдж если сделал чуть больше ну как чуть больше в полтора раза больше а монстром отнял 25 процентов дэмэджа не 25 40 процентов отнял вот и хп уменьшил на 20 процентов а себе добавил 20 процентов вот это все что я сделал по сути агрессия стоит максимально не максимальная higher стоит это по дефолту как было дефолт как было нет все правильно да мы поставить дэмэдж дефолтный то у меня сольют не знаю в следующей битве ну можно конечно поставить все на дефолт на подумать туда вообще ничего не менял только здесь и здесь а еще здесь немножко поменял ну хз брать поставить дефолт мне конец супер быстро это точно плохая идея дефолт рассчитан на то что игрок будет играть с сэйвами а я играю без сэйвов английский перевод геральт сраны гуглите сцены допросы джокера пародия бтв я умираю как мужик а ты живешь как баба фейспалм ты умираешь как баба почему почему ты умираешь как мужик понять не могу где логика в этом почему такая тихая озвучка тем более если ты умер ты уже не мужик логично или нет если умер из тебя нету ты уже не мужик как ты можешь быть мужиком ли здесь ты умер чё за бред два масла то есть они стакаются я так понял или чё или как я могу два масла завязать на она проверить я одну сохранюсь проверить мишка напал на что происходит на заднем плане они стакаются че нет че шо че да или она обновится дальше за хуйня кино проверить я просто не знаю второе масло че будет по-моему она не стакается правда была плохая идея я только проебал масло зря получается это не очень хорошо это не в счет это была проверка просто это не в счет я же не знаю как она работает в этом моде можно два масла сделать ну типа это имеет смысл разве нет типа ты получше намазал меч и он масло будет лучше работать разве нет это логично они начнут козли сквозь кабанels Да сука! До души ее, бля! Нет, нет, нет! Это, короче, добивай! Найс! Ура, наконец-то! Она ушла... навсегда. Наконец-то я победил ее, бля! Еле-еле, за два стрима. Ели-еле. Только бы каждый непогребеный бедолага не начал вот так вот призраком являться, а то из-за этого поля битвы Нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара Волькер. Говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для любовь приданное собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так и есть надежда. И так мало средств, если честно. Хотя не знаю, сколько мне он дает. Если бы он мне сказал, сколько он дает. Чтобы я знал, насколько это много для меня в данную секунду. Генча! Ну тут и так мало средств в этом моде. Прямо реально мало. Когда-то он не хотел стрелять Ведьмака. Ты так к чему? Ты типа это к тому, что я про другие игры то же самое говорю или что? Ну вы все прекрасно знаете, что сравнивать Ведьмака с другими синглплеер играми некорректно. Потому что, ну... Они просто хуже в любом случае. Тем более, до Ведьмака можно поставить найс-моды. И он становится еще лучше. Не, ну вот... Графически меня Ведьмак настолько сейчас устраивает. Прямо 10 на 10. Прямо настолько идеально у меня все. Бля, глаза охуенные. Вот реально кайф. Такие, какие они должны быть. В оригинале глаза не очень. Вот здесь глаза просто. Вот пушка, вышка, гаднота. Сразу видно, что он не человек. Это сразу видно с первого взгляда. Ну типа не совсем человек. Потому что в оригинале были глаза какие-то, ну... Почти что человеческие. Я не знаю, сколько он предлагает. Но сколько он мне там дает за награду. Если мало, то мог бы и оставить. Ладно. Хотя какая разница? Блин, к чему эти выборы в игре? Тут же нету... Тут же нету такого... Параметра, ну, типа карма. Ну знаете, как фейбл. Хотя фейбл было только разделение на добро и зло. Эти выборы, ну, чисто для... Для себя. Об этом никто не узнает, то есть. Кроме зрителей. А с каком не дает, я не знаю. Что-то сомневаюсь, что мне преданное пригодится. Сохраните деньги, любя на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милздорь-ведьмак. За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. На счастье. Аметист? Это походу больше, чем он деймировал. У тебя рарный клинок лежит. Блин. Ты издеваешься? Да? Что такое? Занялся я этим заказом на Грифона. Ну и? Да я не хочу ставить ловушку, нет. Я еще не готов. Увидимся. Ну и? Типа ушел. Жди дальше. Почему у меня, я понять не могу, почему у меня ласточка не наполненная? Как мне ее использовать? Не понял. Пошла! Давай, плавай. Отдохни. И мупая, какой у меня хаткей отвечает за какой слот в инвентаре. Как же это сложно. Я даже еще, когда первый раз проходил, я так и не понял. Не могу запомнить. Нереально сложно. Это просто невероятно сложно. Эликсиры и еда 1, 2. Эликсиры и еда 2, 3. Блин. Я не могу это запомнить, это пиздец. 1, 2, 3, 4. 3 это 5, а 4 это 6. А что из них 1, а что такое 2? Вот если картофель это 1, то есть это 2. Блять. То есть, если картофель это 2, то что из них 2? Блять, нет, в смысле? Ну типа, смотрите, если я нажимаю 2, и у меня картофель юзается, то, а где 2 это снизу или 2 это справа? Если это 1, если это первый слот. Какой второй слот? Этот, блять, или? Единственный способ это узнать, это, собственно. Окей, картофель, допустим. Картофель у меня 2. Если картофель, то 2. Что будет, если нажму 3, когда я выложу? Окей. То есть, это второй слот. Яблочный сок потерялся у меня. То есть, это 1, это 2 слот. А это 3 слот, значит, это 4? Окей, допустим, ласточка в 3. Не понял, я ее выпил или что? Я понять не могу. Да нихуя не понял. Окей. Значит, это 6. Все до меня дошло. Это 1, это 2, это 3, это 4. Почему они не подписаны? Как я должен понимать, где 1, где 2? Как вот можно догадаться? 2 слот, это которые справа или которые снизу? Это только можно проверить опытным путем. Ну, это невероятно сложно, это пиздец. А что, легко или что? Вот так-то лучше. Ну, тут 2 варианта. Бывай. Либо ты куришь что-то жесткое, либо ты тупый. Выбор за тобой. Это к чему вообще, бля? К чему это вообще было? Ты бы хоть прокомментировал по поводу чего. Почему я в овраге? Значит, куришь. Все что ты говоришь, предел уже сердце и борт. Магера его. Если куришь, что поделись с работягами? В смысле, к чему ты... Как можно доказать, что человек тупой на основании того, что он не может понять, где 2 слот? Если картофель это первый слот, как можно понять, где 2? Этот или этот? Вот этот или этот. Как можно понять, где второй слот? Сам ты этого не поймешь. Это невозможно. Это абсолютно невозможно. Ни один человек в мире не сможет понять, где второй слот. Если картофель это первый, то где второй? Который справа или который снизу? Никто бы этого не понял никогда. Это только проверяется опытным путем. Этого понять нельзя самому. В смысле, блядь? Они же не подписаны. Можно только догадаться, что картофель это первый, потому что он самый ближний к тебе. Да и то. Я думаю, люди с определенным складом ума могут предположить, что первый слот это который нижний. Типа, я понимаю, большинство людей предположат, что первый слот это картофель. Ну да, и будут правы. Но вполне можно предположить, что первый слот это вот здесь. А почему нет? Но как предположить, где второй? Это вообще уже невозможно. Справа или снизу. Ну, бесец. Ну, хуй его знаю. По-моему, это нереально. Только, опять же, только на основании того, что он ближе... А ближе к чему, блядь? Ближе к чему? К инвентарю? Не бей, не бей. Я был занят. Я не код встал. Закреплял, чтоб тебя он колдует. Больно! И хорошо! Че я делаю? Все с обездарной. Оскорите, уроды! И в итоге я никого не казнил. Остальное закопать! Жалкое зрелище. Ну! А то он про себя или про противников? Я не уверен даже. Всем пока! Пусть, короче, весь мир танкует. Я буду под квеном. О, у меня арбалет был, ура. Мой арбалет будет код, кстати. Мой арбалет будет код пригодится. Я смогу арбалет заобузить. По идее, что арбалет должен работать нормально. В отличие от оригинала. Она не живая! Берегись! Окей, вроде не коцает. Вроде все хорошо. Сейчас ударим! Как арбалет вязать? Стоп! Я не могу его использовать. А, окей, у меня не коцает. Как-как вязать арбалет? Не, ну он вроде коцает, но типа он кван не коцает. Предмет в быстром доступе 4. Почему у меня не работает? А, все. Ай! Не, коцает. Чуть-чуть. Блядь. Второго шанса не будет, если я сейчас умру. Это все. Блядь. Это то, что дамаж получил, это была ошибка критическая. Я буду, короче, вот так вот потихоньку. Пусть весь мир танкует. Я не буду подходить туда. Ну, мы его коцаем. По-моему, все нормально, все правильно. Я же не могу хилиться в бою, чтобы вы понимали. В бою хилиться нельзя. Максимум едой, которую я не использовал. Надо его сбить только сейчас. Я почему еду перед файтом не использовал? Я же вообще не хилиться. Надо его сбить. Если промахнусь, это может ху его закончиться. Окей, пусть весь мир там танкуют. Я не буду подходить. Я не буду подходить. Даже не надейтесь, я не собираюсь видеть. Окей, сбить надо. Блядь! Не по... Короче, это такая хуйня. Как такое может быть? АААА! Блядь. Почему я его не сбила? Блядь! Все, я понял, она не сбивала. НЕТ! НЕТ! Что теперь происходит? Так, окей. Значит, его сбить нельзя. Надо принять к сведению. Я могу ласточку заезжать? Нет, не могу. Я ничего не могу делать. Куда ты лезешь? Блядь, че он на меня идет? Весими танкуй! ААААА! Ясно, короче, все. Танкуй, блядь! Помоги мне! Блядь! Это злупа. Ты можешь танкануть до конца? Я не хочу проверять, работает на него арт. Потому что я подозреваю, можешь не работать. То есть, у меня один удар остался. Танкуй, Весимир! Ты же бессмертный. В отличие от меня. Не упускай его! Ну так, не упускай, блядь! Ты видел мои хп? Ну все, могу передышать, правильно? Надо помедитировать. На скилл и прокачать на дальний бой. А где Весимир? Весимир! Весимир! Не понял. Весимир! Где Весимир? Это плохо. Я не могу один с ним драться. Весимир! Не понял. Это очень плохо. Я не могу один с ним драться. Я не хочу, я не буду. Весимир! Давай, помогай! Пиздец! Я Квен использовал или нет? Давай, почти закончили. Хватит ошибаться. Как, блядь? О, ура! Рэнджит комбат скиллпоинт гейнт. Я тренируюсь. Добей его сам, короче. Я АФК постою. Лучше АФК постоять, дохуя вообще. Он почти мертвый. Добей его, короче. Что-то изи! Красава! Респект таким ребятам. Неплохо. Неплохо. Но еще есть над чем поработать. Например. Например. Удар сверху. Из восьмой позиции. Слишком предсказуем. Ты про себя или что я не бил вообще-то? Об этом позже. Отнеси башку... Я не бил ни разу. Я приготовлю лошадей. Я не бил. Какой, блядь. Что предсказуемого в том, что... Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне. Я тебе. Ах ты пшикич. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытке. В смысле отказаться? Взять, конечно. Для чего там вариант отказаться? Непонятно. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами и грейпфрутовый сок.